Дальше поедем. Тогда стали говорить о том, что есть материалы экологичные и неэкологичные. Если же мы смотрим на минеральный материал, то единственное, что может заставить нас усомниться в его экологичности, это его радиоактивность. А газобетон в отношении радиоактивности наиболее благополучен из всех минеральных строительных материалов. Такой же, как гипс. То есть удельная активность естественных радионуклидов меньше сотни беккерелей на килограмм. И отдельный момент, да, кстати, поскольку в материале нет органики, на него в принципе невозможна аллергия, поскольку аллергия это автоиммунная реакция на чужеродный белок. И на газобетонных стенах не могут расти грибы, поскольку в газобетоне нет питательной среды для грибов. Грибы гетеротрофные организмы, им для жизни нужна органика. Соответственно, если мы видим на стенке на кирпичной или на газобетонной черную плесень, это значит, что стенка была обработана каким-то органическим материалом, например, грунтовкой. То есть грибы могут питаться обоями, могут питаться обоиным клеем, но не могут питаться камнем. Поэтому если газобетонная или кирпичная стенка где-то поросла грибами, все, что нужно сделать, это счистить эту черную плесень механически. И все. На этом посчитать, что вопрос закрыт. Продолжение следует...